всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду знаете что лучше прямо сейчас вот вот сейчас выключать это видео и не смотрите его просто для того чтобы не расстраиваться не строчить потом гневные комментарии в духе и чё такое скукотища я также делаю или наоборот да фигня это все не так надо готовить я по-другому готовлю честное слово вот не хотел снимать это видео но очень уж часто просили а вчера в магазине углядел отличнейшую грудинку и подумал ночью ломаюсь так что сегодня это я продолжаю вещать для тех кто все-таки остался и не выключил видео сегодня солянка мясная сборная примитивная как топор неандертальца суп этот можно смело отнести к категории похмельных потому что вкус одновременно и кислый и острый пряный короче а вовсе не потому что такой суп надо готовить обязательно с похмелья с похмелья я думаю себе и чавит не приготовишь почему именно сборную показываю да потому что чем больше всякого разного солянку напихать тем вкуснее результат вот здесь у меня мясной бульон сваренный вчера я сначала заложил туда говяжью грудинку а пока вода закипала на очень сильном огне очень быстро поджарил другой кусок грудинки обжаривал очень быстро со всех сторон до появления очень яркой румяной корочки мясо внутри кстати так и осталось сырым а затем этот обжаренный кусок отправил к первым двум в кастрюлю и варилась все это после закипания на очень тихом огне практически без кипения полтора часа после чего я взял парочку куриных бедрышек без кожи и их тоже отправил в кастрюлю грудинки добавил огня дождался закипания убавил огонь опять до слабого и варил еще полчаса и вот сейчас у меня здесь отличнейший наваристый бульон ну и все вот это вот мясо однако чтобы с полным основанием сегодняшний супчик называть именно сборной солянкой только говядины и курятины маловато поэтому кастрюлю пойдут еще сосиски и ветчина каюсь и сосиски ветчина собственного производства у меня закончились поэтому магазинные для новичков на канале ссылки на ролики с домашней ветчиной сосисками сардельками в конце это выпуск повешу однако хватит болтать займись подготовкой все надо нарезать небольшими кусочками так чтобы удобно было есть грудинка какая лично мне вчера досталось а на мой вкус говяжья в любых супах идеально самая вкусная часть туши курочку тоже на порезать я же говорил что чем больше разных видов мяса сборной солянки будет тем вкуснее вот и часть грудинки вчера обжаривал чтобы добавить такой дополнительные нотки совершенно не обязательно поступать именно так например если вы какому-нибудь празднику запекали здоровенный кусок мяса и часть его у вас осталось приберегите воде солянки в холодном или даже разогретом виде запеченный кусок вряд ли поразит вас неземной вкуснотой а вот в солянке он отыграет на все сто так что такие вот остатки позволит вам получить великолепный результат при минимуме трудозатрат я вообще посоветовал бы остатки складировать в морозильнике затем этих солянку готовить не зря же она сборной называется так сваливаю эту белковую кучу в глиняный горшок не обращайте внимание именно глиняный для красоты картинки для понтов короче парить можно и в обычной кастрюле просто я собираюсь до готовности в духовке доводить честно признаюсь разница с готовкой на плите конечно будет но совсем небольшая поэтому можете не заморачиваться и готовится в кастрюле на плите теперь грибы дайте ка попробовать это у меня соленые тут смесь всяких трубчатых маслята бровички слишком сильный вкус ополосну их кипяточком так и их тоже отправлю в горшок на теперь нарежу капусты немного совсем приблизительные пропорции конечно укажу в описании ролика но они именно приблизительные трудность нарезки но вы видите тоже такая чтобы есть удобно было и капуста в горшок идет отлично а теперь огурчиков соленых нарежу тут нужны именно соленые не маринованные все же молочные кислоты которые в квашеных курсах получается по вкусу от уксусный очень сильно отличается кстати огурчики отлично какие еще один у вас тоже побежали побородку тоже любите а под рюмашку но все рюмашки потом когда солянка в тарелке паром будет исходить таких классных наверно шучки 3 даже положу так а теперь насчет томатов вообще-то по-хорошему солянку надо только свежие класть но мне нравится вводить немного прожаренных вот у меня протертые томаты очень вкусные я их немного прожарю чтобы вкус сырых ушел а сахара закарамелизовались тогда вот этот карамельный привкус очень хорошо тянет кислоту и остроту готового блюда но пока они прожариваются одну помидорку я все же нарежу мелким кубиком сердцевина с семечками мне не нужна а вот мясистые стенки наоборот очень нужны что там с томатной пастой а с пастой отлично видите уже не просто кипит поджаривается отправляется в горшок всего до капли отлично но и помидоры нарезанные тоже сюда красота так что и забыл а забыл я а забыл я каперсы и оливки каперсы штука конечно обязательно но когда такая вот маленькая почка попадается в ложке она своей кислинкой а очень подстегивает опять да очень подстегивает вкусовые побырыжки маслины я использую только с косточками на мой безусловно безупречный вкус они гораздо лучше без косточковых да пока не забыл надо огуречный рассол вскипятить да и бульон тоже пока луком буду заниматься все и забулькает потому что индукционную плиту использую вот почему я ведь уже пил дифферамбы в индукционке нет если вы затеяли ремонт и думаете сейчас над заменой обычной электрической плиты на индукционную то знаете я очень доволен мне супер удобно кстати про лук не сказал нарезал его как видите мелким кубиком заклинаю не режьте лук кольцами бул кольцами соломкой никуда кроме как в салаты если таким образом нарезанный лук попадает в бульон или в соусы то он начинает становиться мягким твердая его часть растворяется пленки вот эти длинные остаются они так остаются длинными потом неопрятными соплями повисают и плавают ли в бульоне ли в соусе а вот мелкие кубики растворяются практически без остатка заливаю горшок кипящим рассолом сюда же идет душистый он же ямайский перец сюда же отправляется черный перец вот так наверное будет достаточно и кипящий бульон перемешаю и проверяю на соль немного надо залить отлично накрываю крышкой и отправляю в духовку она у меня все это время грелась до 200 градусов примерно на 10 15 20 минут время зависит от того в какой посуде вы туда отправили сейчас солянку нужно довести до кипения убавить огонь и на очень слабом огне практически без кипения потомить минут 10-15 не больше если вы в глином горшке отправили в духовку все теплопроводность глины низкая поэтому времени побольше понадобится чугун гораздо быстрее прогревается а если на плите готовите то вообще за 10 минут управитесь к солянке печи доходит есть время зелени нарезать петрушка в дело пойдет эх еще бы укропчика но в наших краях его не найти зато вот какого красивого лучка удалось вчера отхватить в качестве завершающего штриха лимончик каждому в тарелку индивидуально пойдет ну и подожду вам хорошо я же на монтаже все эти ожидания вырежу зато сейчас мне хорошо а вам не очень видите танки сюда зелени а в этом перед экраном наверное пельмени магазины наворачиваете и вообще бутеры лучка и лимончик как она пахнет ох как мне сейчас будет вкусно отыграюсь обалденно просто обалденно а я еще за кадром римах приготовил завидуйте я надеюсь что сегодня мне таки удалось донести до вас основную идею своей солянки неважно какой мясо вы используете и вообще какой набор продуктов главное что бульон получился очень насыщенный а этому способствует разнообразие ну естественно обязательно на мой вкус использовать хороший крепкий рассол спасибо за компанию и да я вам обещал ссылочки вот вам ссылка на ветчину а вот на сосиску сардыльки всем пока а а а а а а а а а Продолжение следует...